Я не могла себе представить. Нет, я могу, но я не знала, как. Нет, я прекрасно могу себе представить, как она может произнести «Мама, я не буду этот суп». Это я себе, да, или кашу. Не буду. Да, ну а вот это... Я не буду эту кашу. Нет, она же так вот изображает, а какая она? Не знаю, потому что все-таки все то, что она про себя говорит, и все то, что про нее становится известным, в общем, для меня показывает то, что у нее действительно, помимо простых физиологических реакций организма, есть еще какая-то другая. Я действительно думаю, что она с какого-то параллельного пространства и про него помнит. Здравствуйте. Я Татьяна Толстая. Меня зовут Дуня Смирнова. Мы приветствуем вас в нашей школе злословия, где все учителя и ученики одновременно, где нет врагов и нет друзей, где нету палачей и жертв, где мы просто приглашаем интересных нам людей и с ними беседуем. Сегодня у нас в гостях Рената Литвинова. Ренат, несколько мужчин, которым я сообщила, что мы будем с вами встречаться, попросили меня задать вам один вопрос. В разных формулировках он звучал по-разному, смысл был всегда один. То есть дядюшка мой сформулировал это так. Спроси ее, пожалуйста, персонально от меня, почему она так разговаривает. О, Боже. В смысле? Тон, тембр или... Тон, тембр, да. Вот он спросил, почему вы так разговариваете? А он как разговаривает? Что за безобразие? Вот сейчас вы разговариваете не так, как так. Да? Да. То есть у вас есть такая манера, я даже не знаю, там вы включаете тон, тембр и что-то еще. Включение, наверное. Получается такая манера. И вот эта манера, она так завораживает людей. Они думают, ну, что это? Почему? Моя мама говорит, да, она говорит, я ничего не могу понять, что ты говоришь, или я не могу оторваться. Или хамдалов мне, она говорит, вы, как это, включаете свой телефонный голос. Радостно согласилась. И говорит, что у вас есть такая манера, она радостно соглашается. У вас есть манера мяукать. Вот интересно, Арина, ты можешь рассказывать анекдоты? Я вот думаю. Нет? Нет, может быть, она и это умеет делать, но вот эта манера не совпадает с манерой анекдоты, потому что анекдот чужая вещь, взаимная. Представляете, так, анекдоты рассказать, да? Ну, на самом деле, я думаю, действительно, мне можно взять любой текст. Конечно, мне нужно пригласить какой-нибудь такой парикмахер, такую же безумную, как я, что-то такое изготовить. Я накрашу себе губы, текст не важен. Я начну его произносить, произносить. Ну, наверное, это что-то такое. А как вот... Как это дядя неправильно стимулировал? Это вот что-то такое магическое. Нет, просто на самом деле, вас очень многие считают манерной. Но я уже привыкла. Я себя не считаю манерной. А вот другая Рената, как она отличается? Если есть две Ренаты, то одна из них не настоящая или обе настоящие? Боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Боже мой, я сейчас себе подумала. Нет, но обе искренние. Обе искренние. Ой, боже мой, сейчас я ее не знаю. Мне Рената же тоже когда-то казалась манерной. Я помню, как про нее сказал один наш общий знакомый. Он сказал, а Рената тогда вот как раз на публике вела себя вот в этом своем художественном образе. То есть она так чахла. И он сказал очень смешно. Он сказал, что я когда на нее смотрю, мне все время хочется треснуть ей по спине, потому что у меня так шея сворачивается. Но есть Рената как бы, какая-то вот отдельная Рената для внешнего мира, да, и отдельная Рената для, скажем так, узкого круга. Ну, это такой вообще момент этих самых масок. Они существуют, не существуют. Но все равно каждая маска, она очень... Все равно это ты. То есть даже если эту маску поцарапаешь, то поцарапаешь всю систему ее сердца. Я не знаю, как это отделить. Бывает же такое, что у меня два глаза. Я же не могу сказать, что у меня один. У меня, значит, и два. Может быть, тогда и десять. То есть в любом случае это какой-то мой орган. То есть в любом случае это какая-то я сама. Это очень здорово, потому что вообще обычно в понятие маска вкладывается такой смысл, что вот есть человек, да, есть человек. Надел маску и забрал, напустил, закрыл. Никто его не тронет. А это другая маска, органическая. Не получается пока. Мне кажется, на самом деле надо ее наращивать, с одной стороны. Но с другой стороны тогда все. Тогда все твои реакции вот эти вот. Но вот то, что самое интересное в тебе есть, вот эти первые реакции. Вот я говорю всегда, что вот мне очень нравятся дилетанты, которые делаются в первый раз в глубокой молодости. И этим еще обладают там гении, вот этой свежестью. То есть если ты все-таки наращиваешь на себя вот этот гипсокартон, то ты теряешь свежесть. Ну еще тогда, мне кажется, постепенно надо уходить, уходить, уходить. Ну и там не писать, не работать, что-то такое. Там все уже такое. Ринат, а как вы считаете, ведь может быть такая вещь, такая вещь, как вот эти там маски или образы, да, как некая защита и броня. Нет, у меня не выходит броня. А хотелось бы. Есть попытка? Вот я думаю, вот при всей своей чувствительности, там ты проходишь какой-то в юности, там возраст, я вообще говорила, что вот, например, в юности есть какой-то очень опасный возраст, 24 года, когда почему-то все случается с людьми, какие-то смертельные истории. Я даже говорю, что есть какой-то процент среди молодых, он как-то доживает до 24 лет, и какие-то проценты, они из них какие-то погибают. Они могут там оказать какое-то влияние на человечество. Вот все время были со мной какие-то такие истории пограничные, вот когда я могла там, знаете, быть смыта там с поверхности земли. И вот как-то меня это сохранило, и я думаю, столько было с этих каких-то потрясений. И вот эти вот, что мне говорили, вы пишете не по-русски. Меня же во въеке все время говорили, а вы говорите по-русски. Если я приносила тексты, то у меня на страницу, она брала красный карандаш, моя профессора, и у меня было, ну, все исчерикано. Она говорила, так нельзя писать. То есть я с такими моментами, что тебя все время выламывали, сталкивалась. Я вот сейчас вот думаю, как же я тогда не подломилась. Я, значит, где-то была на глубине моря, а там был какой-то слой воды, и там где-то мне говорят, ты пишешь не по-русски, так нельзя. Я говорю, можно. И вы представляете, меня не коснулось. А при том, что я себя чувствовала какой-то чувствительной. Может быть, может быть... То есть вас это тогда не травмировало? Ну вот я же все равно такая стала. А знаете, как после МХАТа выходят актеры? Все они говорят громко. И все они говорят так, что я хочу их убить просто. И приходят актеры, пробуются. И они все совершенно одинаковые. И вот если там... Вот у меня ты там играла, девушка с МХАТа, она изнасиловала, подлядь. И вот пять дублей все равно она будет говорить. И вот после ВГИКа-то, вот я думаю, что они приходят, и вот тоже вот так нельзя писать так по-русски. А вот этот слой, значит, океана, он, значит, как-то меня спас. То есть при всем, при том, значит, что-то есть какая-то невосприимчивость в критике, бешеная. Ну вот интересно, что вы себя воспринимаете и описываете, да, в такой образной системе, что вы не отсюда, вы из другого места, вы из морского дна. Я просто смотрю, например, на фотографию какую-то в детстве, я думаю, какая она была, она была такая очень хорошая, потому что я думаю, ты про этого человека, как будто он умер. Она была такая хорошая, это Рената. Она была в сто раз лучше, чем вот. Даже у нее была молодая кожа. Длинные прекрасные волосы. Сейчас смотрю, какие старые руки. Никакие крема не помогут. А у вас... А к чему все? Я не понимаю, мы сейчас говорим. Что значит, к чему? А к чему? А вот мы посмотрим, к чему. К вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Согласно, вы действительно из другого пространства, да? Я считаю, что все люди из другого пространства. Вот они до того, как они родились и воплотились, они находились в другом месте. Они об этом месте помнят. Они его видят во сне. Они помнят, что в детстве они были из этого пространства, какого-то так вот вытолкнутых вперед, и оказались в этом маленьком теле. И надо жить, и расти дальше. Но откуда они пришли? Они забывают где-то в районе 3-4-летнего возраста. Потому что если ты их спросишь, они тебе скажут, а потом зовут точно. Да, я знаю, у меня один знакомый спросил свою дочку двухлетнюю. А где ты была, когда тебя не было? Она сказала, в саду. Больше ничего не сказала. Не мог у нее вырвать даже. Ой, вот сейчас она расскажет, как там было в саду, вот в этом райском каком-то изначально. Но она замкнулась, больше ничего не сказала. То есть эти дети знают. Вот у меня полное ощущение про себя, что я из какого-то другого места пришла. Но, по-моему, я с ним не так сохраняю связь. Я вполне уже тут освоилась, да, в этом мире, в этой плоти. А у вас какие-то сохранились вот такие вот связи, вот уже теряю, теряю, теряю. Я вообще, на самом деле, я сейчас расскажу. С одной стороны, я отношусь к этому дико к себе. Вот так, это ранечность, эти красные губы, это же не всерьезно все. Но с другой стороны, иди нити теряешь, теряешь. Потому что я помню, я вот была в той же юности абсолютная небоязнь смерти. Я вот даже себя за те мысли об этом просто дико уважаю. Сейчас я все больше привязываюсь, привязываюсь, мне уже страшна смерть. Я уже думаю, вот я думаю, это тоже такой момент, потому что я вот вспоминаю свои воспоминания о смерти. Она была абсолютно для меня как избавление какое-то, такое дикое знание. Оно было глубочайшее. Просто знание, что там, когда будет смерть, будет просто вот туда надо идти. Откуда это, непонятно. И вот этот вот момент. Вот он уже, я его просто уже чисто вспоминаю. То есть я его боюсь забыть даже вот то, что я помнила. Но вот уже меня отрезает от того пространства. Вы сейчас сказали одну страшно важную вещь, к которой мы собирались медленно к ней подползать, а вы, собственно, уже нас оттуда приветствуете. Вы сказали, что вы начинаете бояться смерти. Мне-то кажется, я знаю вас много лет, но очень меняетесь. Я считаю, что это вот такое некое поддение. В смысле, там, вот существо может быть выше, наивысшее, там, прозрачное, среднее, темное, светлое. Ну, то есть я считаю, что... Вы стали гораздо меньше бояться смерти, чем это было раньше. Нет, вот сейчас мне как-то ни к спеху не надо. Вы говорите о собственной смерти. О собственной, да. Ината, а вот что для вас смерть? Просто я уточню вопрос. Не то, что уход туда, потому что... Путь был завершен, ты здесь как-то отборолась. А вот... И ты идешь куда-то на новый... Старость. То есть она же наступает на самом деле раньше, чем вот дзык и переход, да, потому что тут унесут, разберутся. Унесут, подхватят, иначе ты туда переходишь, я вам точно говорю, стопроцентно гарантирую, что будет очень хорошо. Но когда ты начинаешь вдруг видеть, что вот уже, да, уже стучат эти самые гвозди по гробу, то есть у тебя уже морщины пошли, вот это все. Когда ты уже начинаешь терять то, что ты еще даже не успел вот попользоваться. Как было хорошо. То есть лето красное пропело, уж зима, катит в глаза. Это очень неприятно. Когда Гоголь говорит, что смерть не страшна, но старость, ничего не прощаешь, холодных чатах старости. Я не помню цитату нарезанность. В общем, что старость страшнее смерти. Вот это вот, мне это, например, гораздо страшнее смерти. Такое вот, что... Ку-ку, и туда. Я всегда говорю, что то, что мне не нравится собственной внешности, это смертность, именно способность стареть, покрываться всеми этими нетугами. Ну, это слабость. То есть вы боитесь старости? Потом бедные... Ну, вот они лежат, вот бедные женщины, старенькие, где-то там по коридорам, и нехватка денег, зависимость от обстоятельств, от своих детей. Они хочутся, зависит неправильно, не надо. Но вы боитесь... Как бы обезопаситься от этого? Вы боитесь, вот, как бы, тленности красоты, или вы боитесь этой зависимости? Чего больше? Что страшнее? У красоты нет тленности. Как? Здрасте. Так. Как это? Значит, нет, она что, она не тлеет, наоборот, нет ничего красивее там умных, прекрасных лиц. Ну, то есть, это, конечно, важнейший дар красиво состариться, который дан немногим, дан там дико избранным. Вот меня поражает еще вот что. Помимо всего там прочего, потому что красота непонятная, необъяснима, удивительно возвышает и вообще благоговея богомольна. Но вот это вот искусство находиться перед камерой, искусство находиться на перекрестии всех взглядов, вот посмотрите, что она делает. все наши гости сидят пряменько, вот им велено, сиди, они сидят пряменько, а не надо поворачиваться во все стороны. Великолепно. Мертится. лишним образом. Она поворачивается в один профиль, во второй профиль, то есть она каким-то образом знает, где и как находится камера, как она будет ее снимать, и она показывает красоты в разном виде. Слайды красоты. Это искусство, потому что вопрос вообще как бы один из глобальных вопросов красота это что? Это так вообще дано или это так сделано? Где искусство, а где жизнь? Везде. Всюду жизнь, я понимаю. А искусство не всюду. Вы будете подтяжку делать с возрастом? Ой, Боже мой. Я только что хотела сказать комплимент Татьяне. Вы будете делать потому что прямо красивый переход из одного состояния в другое. Подтяжку? Это надо выбрать очень талантливого врача. Ну, я не знаю, что они так делают с ними. Они их... Они вот это такое... Я сравниваю это как с крадением души. Потому что была одна внешность, они ее так вот подтянули, украли душу. То есть вы не будете... Ну... Ну, не приставайте к человеку. Ну, я думаю, что... Послушайте, мне велели приставать к человеку. Ну, что ж такое, ну? Нужно нам всем найти какого-то врача, который бы нам хорошо это сделал нам всем. Ну, это надо. Нет, я... А я за. Я с двумя руками за. Вот здесь... Душа внутри не стареет. А, это точно. А это дело обвисает в дикое несовпадение. Ну, как же это же все такое. Риссонанс? Почему? Ну, чуть-чуть надо подтягиваться. Не натягиваться, как это... На барабане. Ну, что это нехорошо. Есть много других средств. Я буду за этим следить. Я буду об этом открыто говорить всем женщинам. Если появится какой-то хороший врач, я первое вам советую. несерьезно. Ильей, я не буду. Я с удовольствием отрежу. Я хочу... Нет, я хочу морщины старше, что гречу. Я вообще хочу скорее старость. Она и луками. Мне там хорошо. Я абсолютно не луками. Я правда хочу. Я хочу быть бабушкой. А мамой как-то слишком тревожно. Вот лучше уже сразу бабушка, пенсия, сидеть, дед-то кефир пил. Я хочу жить за городом, кругом елки и кефир. Все. У вас это и в порядке комплимента, и просто в порядке констатации факта. У вас совершенно удивительно ни на что не похожа красота. Это настоящая красота. Да, нам даже не надо в ответ. Ну я понимаю, да? Ты хороший человек, я хороший человек. Но дело не в этом. Это же сравнить нельзя. Редко-редко я думаю, ну сегодня еще ничего. На улицу выйти не побоюсь. Но в принципе мне это внутренне все равно. То есть я хочу хорошо выглядеть, но когда я выгляжу плохо, я думаю, а плохо, ну ладно, и хрен с ним. Ну нет у меня ни времени, ни интереса, ни умения что-то из себя делать, что-то поддерживать. Я бы хотела, чтобы мне вот даром было дано. Для того, чтобы казаться красивым, нужно только исключить на мозг. Потому что это очень легко сделать. А для чего казаться красивой? Не, ну вот я вам кажусь красивой. Да, очень. Но на самом деле это же не так. Ну как же это не так? Нет, просто это я все так сконструировала. Вы можете сконструировать как лица. А, ну так. Ну не знаю. Мне кажется, у любого мне... Дай мои руки, я сделаю из него красивым. Ну на 5 секунд, на 5 минут. А зачем? Чтобы... Ну потому что это так не важно. Нет, почему быть красивой? Там все равно откроешь рот и уже это становится не важным. В общем, это все очень сбалансировано. это... А для чего быть красивой? Чтобы мужикам нравится? Такой вопрос странный. Нет, а что странно? Нет, а для чего? А зачем вот? Вот скажем, там вокруг 10 мужиков, я их всех раз, два, три, четыре, пять не уважаю. Ну, к примеру, да? А все равно, я даже и в их присутствии хотела бы выглядеть лучше, а не хуже. То есть, что тогда, зачем же? Почему же я хочу нравиться людям, чье мнение для меня безразличное? Я все задаю этот вопрос, но кто бегу дальше? Нет ничего. Мне кажется, красота, это что-то такое божественное, связанное с Богом. Это что-то такое светлое, если... Мне кажется, все, что связано с таким каким-то светом, оно все красивое. Я вот это вот не отсоединяю. То есть, специально быть некрасивой, все равно быть красивой, если вы светлый человек. Ну, немножко грязный, может, типа там, плохо одетый. храмой, косой. Обратите внимание вот на что. Вот она головой поворачивает, да, на 180 градусов. Вот и вот. В разных ракурсах. Любой из этих срезов и ракурсов красивый. Да, безусловно. И знаете, какое искусство на этом основано? На этом основано японское понимание красоты. Ведь японские храмы, вот детские, они все построены таким образом, храмовые дворы. вот двор, сад, парк, как угодно назовите, там имеется храм или несколько, там имеются пруды, имеется зелень, в основном это дзенские храны. Когда я была в Японии, мне показали, куда смотреть, да, и я пошла, ожидая, вот сейчас будет так, сейчас будет очень красиво, но я не ожидала, что это будет так, потому что, когда ты попадаешь в пространство красоты, где любой взгляд, а уже произвольно меня, да, вот куда угодно туда, как шар, да, смотришь, любой поворот, любое абсолютно телодвижение, оно все равно не меняет и не рушит безумную гармоническую красоту вокруг тебя. То есть, что ты не делаешь, ты остаешься в состоянии красоты. Там абсолютно ничто не цепляет и не дожает взгляд. Вот я сейчас смотрю на Ренату, я думаю, что она воплощает вот это дзенское искусство. Она есть дзен. Она в любом своем повороте бесконечно красива. Через Ренату можно гармонизироваться с этим миром и ему много чего простить. А сколько вот вам лет? Не в смысле по паспорту, а как вот внутри? Вот вы сказали, душа не стареет. Нет. Вот сколько лет вашей душе? Вот тайны три, мои восемь. Ну, она такая, у меня даже есть такой сценарий женщина-воин. Мне прям кажется, что у меня какая-то там душа воина. То есть он среднего возраста, такой мускулистый, такой мускулистый среднего возраста. Ну, воин, он всегда где-то в районе 30 лет. Может быть, 35. А вы можете вообразить себя мужчиной? Даже я вот поработала сейчас в съемочной группе там женщин было много. Я даже в сравнении с их методами, я поняла, что даже и методами их не пользуюсь. То есть вот там, чтобы вдруг заплакать, куда-нибудь побежать, интриговать. То есть я поступаю не как мужчина даже в своих рабочих отношениях. Вы себя можете представить себе вообразить мужчиной? Ну, почему нет? Вполне. Вы понимаете мужчин? Да, понимаю. Полна им сочувствия. Понимаю, конечно. А почему полны сочувствия? Ой, ну как? Ну вот, все эти к ним претензии. Я вот давно знаю, я уже говорю это везде, что вот уже были же эти исследования с такими генами, что они уже мутировали, и что мы имеем дело не с теми мужчинами, которые были 50 лет назад, а это совершенно новый, неизведанный третий пол. Женский ген, он остался неизменный, а мужской как-то мутировал. Значит, это вообще, я думаю, боже мой, а что же я к ним с этими претензиями? Вообще они более стали такие живучие. Я считаю, что они для меня такие загадки, я их к ним с таким прям... А, значит, все-таки загадки. Да, я их... Вы же сказали, что вы понимаете мужчин. Вы понимаете мужчин как других или понимаете изнутри, имея в себе что-то мужское? Вот, наверное, вот и так, и так. Может быть, одновременно? Конечно, может, а что-то... Потому что они же не такие, как эта доска. Они же многогранные. У них есть ножки, там бока, спинки. Хочу от вашего такого ответа, что я представляю, что такое быть мужчиной. То есть вы могли бы быть мужчиной? Ну, вот в какой-то другой жизни, да? Может быть, я даже и была. Потому что вот что-то такое я иногда чувствую. Какое-то время, знание, что такое быть мужчиной. А что это такое? Ну, вот что-то такое вот в этом... Ой, ну, оттого у меня такое какое-то к ним сочувствие грандиозное. А вы считаете, что они тяжелее, чем женщинам жить? Ну, какие-то там у них вот эти все время соответствия. Все время им нужно соответствовать, как-то соответствовать. Все время вот эти вот... Стараться. Муж вот эти вот доказывать, что-то такое. А потом, ну, все эти добывания денег и вообще все такое. И мужские вот их способности. Ну, тяжелое. Не очень, наверное, легко, потому что они, они, в общем, существуют в мире, в обществе, которые... Типы общества, когда они сами построены, там есть правила, это их же правила. Поэтому по собственным правилам играть трудно. Ты договорился, что вот там так ходить нельзя, а это там, эту шашку там съедать нельзя. И вот и не съедай тогда. И вот тогда вот тут вот и сиди. Вот тогда и страдай от того, что тебе не получилось то-то и то-то. Например, там, ну, не знаю, масса мужчин страдает от того, что они зарабатывают меньше, чем женщины. Хотя, ну, так случается, они зарабатывают, там, гораздо более умным и достойным трудом, например, чем соответствующим женщинам, там, жены. А, что им обидно, потому что вдруг у умных людей, совершенно замечательных и дико одаренных, вдруг начинается какая-то детская вот такая зависть, обида, ну, клин и будешь, булуй-юй-юй. А всего-то, ну, за глупости платят больше, чем за ум? Ну, Ну, если он страдает от этого, то как-то что-то дурковато он какой-то. Ну, что это? Ну, это не серьезно, даже не столидно. Ну, что это? Нам тоже так кажется. Ну, в общем, я считаю, что это не, надо им по поводу этого не переживать. Ринат, а что вам по самой себе не нравится? Я имею в виду не внешне, а вот из черт характера. Есть что-то? На интервью ходить? Нет, это не нравится делать самой себе. А, видите, но все-таки прихожу и наш макияж. Это не нравится вам? Ну, я осуждаю иногда по себе. Ой, ну, ладно. То есть, вы осуждаете легкое счастливое, которое всем нам свойственно. Вы хотите приходить на интервью натурально, по зову сердца, а не то, чтобы показаться, там, красиво накрасить. Я не знаю, я люблю красиво накраситься. Ну, вот я люблю тоже, да. Ну, только сейчас плавают. Ну, значит, тогда я все совершенно не знаю. как вы думаете, а Рината пьет раз супа утром. И чем она закусывает? Пыльцой. Пыльцой. В этих интервью, которые она давала, и которые мы прочли, как до сих, тому же смешно, там один раз про еду. Она говорит, я никто не спрашиваю, что она ела. Она говорит, сегодня я ела кашу с огурцом. Я думала, красиво ела. Какое-то ликвидо. Такое все рассыпчатое, коричневое и зеленое. А коричневое такое серебряный век. Срана-то. Коричневое и зеленое. Интересно, она ест селедку. А студень? Студень. Вы знаете, что все иностранцы просто умирают при виде студни. Знаю. Они не понимают, как желе может быть соленым. На самом деле, все она может прекрасно. Она же нам красиво делает. Она нас, кривых, комковатых и смертных, почтила присутствием и дыханием красоты. Она нам делает красивее. Оно прошло сквозь нас. Чтобы мы радовались. С утра грубо такое. Вышел зверь, борода. Вдруг птица. И думаешь, все-таки жить можно. Нет, я считаю, как раз утешает, что бывает такое прекрасное. А это мечта и надежда, и обещание. Вот вы сказали, что вы в съемочной группе сейчас работали и поняли, что вы не пользуетесь женскими методами. вы считаете, что истерика это женский метод. А мужскую истерику вы никогда не наблюдали? Что-то мне пока не везло. Оно в прошлой жизни было. А что значит в прошлой жизни? Это в какой? Ну, до моего там другого брака. Ну, были всякие идеи. Мы вас застали, да, лично, еще до того, как у вас такое случилось, жизнь, счастье, и ребенок, и хороший брак. И вы, с моей точки зрения, были немножко другая. А Дуня вас знает еще раньше, вы там были еще немножко более другая. Мы поняли, что у вас действительно происходит, как бы сказать так, некое вочеловечие. То есть, я недаром так настаивала, приставала с этим вопросом про маску, или про то, откуда вы чувствуете, что вы взялись. Это же очень трудно это обсуждать. Вот этот океан все-таки выпускается, и у меня уже это... Вот уже воды нету тут надо мной. А вы все-таки снизу так, да? Сюда видите, да? Я хорошо помню, как я в Северном первый раз. Поднимаюсь, поднимаюсь, вот все, и я наконец дошла до человечивания. Я помню, я вас увидела первый раз на съемках у братьев Олейниковых. Вы были в каком-то таком бирюзово-зеленом платье, довольно коротком, и с такими вот так нарисованными зелеными тенями. Ой, это такое было безумие, прелесть. Я и так обожаю вот этот стиль городских сумасшедших. Да, и при этом вы... Значит, а это был, по-моему, ваш сценарий, ваш сценарий с ними, или вы пришли к ним на съемку, а я снималась у них в картине. Нет, это был не мой сценарий, я знаю. Правильно, это аквариумы рыбки, это вы... да, вы просто пришли туда, и вы что-то подходили... Я к Глебу пришла в сценарий. Да, и Глебу что-то шептали. А мы в этот момент снимались, а вы с нами не разговаривали ни с кем, вы только подходили так... и опять... Я настолько была... что я даже не учитывала, что вы могли так на это среагировать. То есть мне даже в голову не могло прийти, что вы могли меня отсмотреть, я вас могла задеть, что я что-то шепчу. Я просто смотрю, я никак не могла понять, я думаю, может, что-то я не так, может, у меня... Вот-вот ноги как-то нас выщутся. Естественно, как любой человек. А потом я вас увидела у Соловьева в объединении. Я вот уж отношусь к вам. Какая тайная влиятельница на парней. Да-да-да-да-да-да, только с дяденьками. А с тетеньками ничего, не здрасте, ничего. А они были? Нет, я же с вами разговаривала, вы были в тунике в большой. Это потом мы с вами разговаривали. Значит, у меня постепенно приоткрывались и женщины. У меня же, видите, шторки. Я же говорю, вот этот слой воды мне мешал, пока я доплываю. Потом эти шторки. То есть у меня все-таки по первому плану. Дальше я уже начинаю смотреть дальше, дальше, дальше. То есть вы себя воспринимаете как русалка? Не давно, значит, не было. Честное слово. Но вы как русалка, значит. Вы, видите, с ордов, рыб. В каком-то, да. Вы выплыли со дна. То есть получается, что вы русалка. Ну вот если меня анализировать, может, что такое... Ну, это вот не со зла клянуть. Нет, я понимаю. Я даже помню, вот думаю, какая она высокая, какая она красивая, какая у нее красивая туника. Вот все, что я... Я как вас ненавидела, Рената. О-о-о, сколько лет. О-о-о. Я даже вы такая ужасная, такая злая. А за что? Ну, что вы вот... Что вот вы такая высокомерная, что там, что вот мы все какие-то там людишки копошатся. А тут вы такая величественная, прекрасная, которой все можно. Я прекрасная, если ходила в ободранном платье и накрашенная, как сумасшедшая. Это еще не ободранная она была. Ну, не знаю, я была так бедна. Так бедна. У меня не было средств. Мне казалось, что вы ужасно высокомерные. Нет, ну, надо сказать, что она действительно очень изменилась. Я помню в молодости ее... Не в смысле в ее молодости, у нее вечная молодость, а в смысле в моей молодости. И вот это отчуждение от мира, в частности, вот выражалось в том, что она, поскольку никак себя не сопрягала с остальными людьми, то есть она так сама произрастала по своим законам, то она так и общалась. То есть от этого и возникало вот это ощущение театра кабуки, что там происходит что-то непонятное за стеклом. Очень, конечно, красиво, но хотелось бы как-то вот соучаствовать, хотя бы там рассмеяться, или там заплакать, поаплодировать. А к тебе это не имеет отношения. Это было тяжело. Я просто хочу сказать, что вы действительно... У меня такое впечатление, что вы как бы вычеловечиваетесь, да? Вот хорошо, вот даже вот на слух, то, что вы говорите, получается, по этой системе образов, что вы воспринимаете себя как некое морское существо, да, другое, не люди. И вообще из другого мира. Вода – это другая среда, да? Вы как бы к нам сюда на воздух вот идёте, идёте, уже подошли. И обратный случай с русалочкой. И теперь вы начинаете... Вы начинаете уметь жить с людьми. А на суше вам немножко странно. И в то же время вот уже интересно. И вот уже вы земному человеку родили ребёночка. И так далее, и так далее, и так далее. И, может быть, поэтому вы говорите, что вы стали бояться смерти, а для русалочки смерти нет, а для человека есть. То есть я деградирую. Нет, вы не деградируете, вы просто... Вы должны прожить... Я потеряла все свои... А, ну вот у меня уже, я говорю, много жизней. Вот теперь у меня пошла вот эта вот... У вас пошла я? Человеческая, новодная жизнь. Вы когда-то, вернее, не вы, ваша героиня, произносит такую фразу, «Этой планете я бы поставила ноль». Героиня. Да, это многократно, замечательная фраза, абсолютно гениальная. Но в ней заложено знание о том, что есть какие-то другие планеты, которым можно поставить более высокую оценку. То есть, опять же, вот это вот не из нашего мира. А мне кажется, они есть, эти планеты. Конечно. Я говорю, что этому много доказательств есть. Как вот я говорю, я глубоко верю в Бога. Но если я начну... Мне Бог прислал очень много доказательств этому. Прямо, знаете, настоящий. Рената, я есть. Знаю, я есть. Я вот... Да. Твой Бог. Бог. Твой Бог. Я тебя люблю там. Ты знаешь, вот тут так-так-так. Ну, давай, иди туда. Но если я начну вам приводить эти доказательства, у меня существует совершенно сумасшедшее. Потому что они гикосубъективны. Я даже их не обнародовываю. Не обнародовываю. Но вот... И вот так же вот с этими планетами. Ну, они есть. Нет, мы тут тоже так считаем. Просто делать, потому что нам кажется, что эта планета более высокой оценки может заслуживать. Ну, это же была героиня. Но вот я сейчас, как человек, я хотела бы, конечно, сделать все возможное, чтобы эта оценка повысилась. Ну, как это... Вам нравится вообще вот этот наш здешний мир? Ой, в смысле? Ну, в смысле, вот все вот это там. Люди тут ходят, там солнце светит. Или не светит дождь, и все это. И вот я думаю, что в смысле очеловечивания на меня очень сильно повлиял вот мой муж. Потому что вот происходило много таких событий, когда я видела, что люди с ним поступали нехорошо, и какие-то тоже отдельные люди, ну, совсем нехорошо. И я думаю, ну, зачем же ты с ними общаешься? Почему же ты их продолжаешь дальше? Как-то не... Ну, продолжают все равно отношения с ними. Не помогать и все такое. И он меня так просто когда-то поразил. Вот он для меня очевидного негодяя говорил. Ну, он же человек. Я вот люблю людей. То есть в нем это вы как-то изначально, знаете, как этот... Как скелет людей. Я люблю людей. И вот то, что они сделали, значит, они сделали это по обстоятельствам, что-то такое за... По слабости. Как-то находят оправдание. Потому что, конечно, люди слабые, они страшнее, чем люди сильные и злые. Потому что они делают подлости. Люди слабые. Предают тебя. Это намного хуже. Но я изначально того... И вот когда он мне так сказал, я вот подумала, ну, вот я вот, может быть, так не смотрела на людей. Потому что я очень критична к ним. Очень требовательна. А потом вот для ребенка у меня родился. И я... Типи каждого, каждого, кто не сидит передо мной, я почему-то его умоложаю. Это состояние маленького ребенка. И дальше он у меня начинает идти к тому возрасту через вот эти вот ступени, когда за каждый его год жизни болит душа вот у его мам. например. Или у тех, кто его любил. И вот сейчас вот он пришел, и вот со всеми его подробностями, я говорю там вот им, как он одет, и что он поел. И даже у него там где-нибудь прыщ на лбу. Вот его совсем вместе ты начинаешь любить. То есть вы стали жалеть людей? Жалко это. А раньше не было жалко? Нет, я и раньше всегда говорила, что любовь это жалость. Все со мной спорили, но я считаю, что если ты любишь, жалеешь, экономишь этого человека. Вот такая вот жалость именно через любовь. А в молодости вы жалели людей? Вот в молодости вот как-то, вот если уж совсем человек не закричит, да, там уже помогите, спасите. Уже, конечно, скорее была склонна жалеть там какие-нибудь собак. Я говорю, что вот бежит какая-то собака, я все время думаю, вот я же такая же бедная, одинокая собака, бегу, и вот меня любая машина может сбить, и у меня такие же потасканные как бы эти бока. Вот у меня какая-то дикая ассоциация. И вот что, вот она, конечно, беззащитная, и любовь ее схватит, придушит, я не знаю что. Вот у меня к людям такое отношение, что люди очень беззащитны. Прести своей живой части. Я вот наоборот, на самом деле, идет детский сад какой-то, скажем, переходит дорогу, пережидаешь, пока они все пройдут, вот все думаешь, вот идет два директора магазинов, министр там лесной промышленности, растратчик, валютный спекулянт, кассирша, и юная жертва, которая погибнет в 20 лет. А кто? Не знаешь. Не знаешь, кто. И так становится странно, странно, потому что ведь они же всем, они кем-то будут. Вот этот будет убийца, а вот тот будет милиционер. А сейчас они идут за ручки светлые, такие хорошие, сквозь них еще ничего не проступило. И они так разговаривают, так напевно, разговаривают. Вот это как-то в этот момент... Ужасно болезненно сердце сжимается, что все будет с ним, правда будет. Не бывает ни одного взрослого человека, чтобы он остался вот так вот ребенком. Они идут и поют жирный, жирный, поезд пассажирный, жирный, жирный, поезд пассажирный, и почему есть избранные, которые остаются все-таки детьми. Ну вот я говорю вот там про своего мужа, вот я думаю, в этом есть что-то детское. Что вот так вот, в принципе так. То есть он еще видит их такими, не раскрывшимися... Ну вот как бы зная о них, что они плохие, одновременно все равно к ним сохранить вот это вот. Вот это вот. И вы так же как бы научаетесь это делать. Ну я пытаюсь присвоить вот его знания себе. Вы сейчас особенно говорите об изменениях вообще, которые все время происходят. Смотрите, мы сириями чему-то учимся. Замечательно. Просто вы до этого говорили, во-первых, что красота не стареет, потому что не отклинию красоты. Нет. И ваш фильм называется «Нет смерти для меня». Да. Я предложила его назвать так Лен Китаева. Она мне говорит, ты должна его назвать так. Я говорю, да. Я ее послушала. А для вас в чем есть спасибо? Для вас в чем смысл связи между этой фразой и этим фильмом? Вы сняли замечательный фильм, я его очень люблю. Я его сама люблю. Красавец. Такой прямо хороший фильм. Я говорю, Наня Викторовна, я говорю, что вы мне просто подарили шедевр. И за вас он шедевр. Вот я считаю. А что значит «Нет смерти для меня»? Это от кого сказано? Этот месседж? Это полностью придуманный монолог в конце там был. Да. Что вот какая-то одна звезда, посмотрев на себя в экран, сказала, что вот теперь я бессмертна, для меня нет смерти. Но что на самом деле все не зря, что на пленке они божественные, они стареющие, они вечные. Ничего с ним плохого там не случится. Но ведь дело в том, что если нет смерти, то ведь не жизни. Знаете, у Александра Кушнера было такое стихотворение давнее, «Но и в самом легком дне, в самом тихом, незаметном, смерть, как зернышко на дне, светит блеском разноцветным, в рощу, в поле, в свежий сад, злеих, овощая и молочая, проникает острый яд, сердце тайно отравляя, будто кто-то за кустом, за сараем, за буфетом держит перстень над вином с монограммой и секретом, как черна его спина, как блестит на перстне солнце. Но без этого зерна вкус не тот, вино не пьется». Молодец. Вы согласны с этим? Вот что, как бы без... Если нет смерти, то нет и жизни. Это какое-то промежуночное тогда состояние. Ну вот я сейчас так не знаю, как ответить на этот вопрос. Красиво написала. Вот такой есть рассказ, такой есть рассказ уборщица тоже о человеке, который искал бессмертие, очень боялся, и потом пришел в какую-то страну, сам не понимая, куда он пришел, и там стал жить. И опускался как бы все ниже и ниже, там все же нечего было делать. А вокруг были какие-то странные существа, потерявшие человеческий облик, и он считал их вообще полуобезьянами и так далее, какие-то скалхом был. А потом, даже не помню, как там все это развивалось, он выяснилось, он ушел оттуда с одним из них, и выяснилось, что это там то ли гомер, то ли кто-то из великих. Когда они попали в страну бессмертия, то место было, где сохраняется бессмертие. Но если есть бессмертие, то исчезает всякий стимул. Всякий прогресс. Всякий прогресс, всякий стимул. И человек подсказывается до уровня растений, хуже животного. И только когда ты выходишь и снова включаются эти страшные часы, вот тогда в тебе появляется эта жизнь, потому что ты знаешь, что она в любую секунду оборвется, а иначе тебе все равно. Такая странная история. Я вот говорю, если я начну говорить о тесте безумности, вы подумаете, что я совершенно тронута. Но одну я расскажу. Однажды я попала в момент, когда я перескочила через два дня за одну секунду. это была такая страшная история, потому что никого не было, чтобы кто-то мне мог сказать, что да, это было правда, что я перескочила через эти два дня. Я в этот момент ехала в метро под земки. Что такое со мной случилось? Но вот человек, я села в метро в один день, и я заглянула ему в газету, а газета была через два или через три дня. я вышла, в тот день никто не жил в моей квартире, но со мной была такая дикая история в районе ВДНХ. Это были станции между ВДНХ, вообще там какая-то ненормальная зона. Вот со мной такая была история. Если я кому-то расскажу, это же вы мне никто не поверите, то у меня там дома кое-что там я должна была в эти два дня сделать, и меня там искали. Вот что-то такое было. Ну вот, при том, я села, и вот эти дни... То есть времени не существует. Ну, то есть простого или нет. Вообще-то, да, это же мы придумали, чтобы... В петельку попали. Вот, и таких несколько историй со мной было в Порске, это страшно. Результаты, знаете... Надо было по электрочечечку проверить, вот это самое лучшее. По электрочечечку. Ну, вы и так не понимаете, что там написано. По электрочечечке. Тело, плохо видно. Ну, ну, и вы знаете, я просто была... Ну, у меня было такое состояние шока. Я у этого человека спрашиваю, а сегодня что? Это самое? И он меня так посмотрел. Такая была основная история. Вы писали и говорили о смерти, когда, как вы сами сказали, вы смерти не боялись. И вам оказалось, что это боялось. Теперь вы боитесь. Вот я чувствую, что уже... Вы будете писать про другое? Я вот все пыталась что-то написать другое. И все равно это я не могу это контролировать. Вот сейчас я хотела написать совсем другое. И все равно вот у меня сейчас будет сценарий, я пишу, он называется «Богиня». И я не могу от него отвертиться. Вот у меня все равно вывернуло на него вот именно это. И все равно меня завораживают такие темы, которые все равно касаются вот этих всяких исследований. То есть смерть? Да. Вот эти переходы. Есть смысл в жизни, есть смысл смерти. Нет смысла в жизни, нет смысла смерти. Что-то такое. Инар, но если Бог есть, Он вам пишет. у меня перевести так буквально. Нет, ну, я это очень понимаю, потому что это так, вот у нас это выглядит, как пишут, а с его стороны это может что-то другое было после. В какой-то среде должно проявиться, то есть, например, я не знаю, внезапно что-то исчезает или появляется, или исчезает время, или ты воспринимаешь какое-то послание. Все с тобой начинается быть просто какого-то насильства на характер, какого-то режиссированного. Да, да. Я вообще не знала, что со мной вот так будет. Он мне сел и поставил такие условия практически насильства на тебя вытаскивать из постели, совершенно нечеловеческая ситуация, нечеловеческое состояние и тебя тащит туда, где ты должна была быть в этот момент. С силовым методом. И это тоже много-много раз в моей жизни происходило. И он у меня все время ставит вот на эту вот, ну, а вот именно на эту дорожку. Поскольку вы знаете, что он есть, у вас с ним есть контакт вообще, с ним, с этим, ну, не важно, ну, не важно. А что такое? Нет, меня это совершенно нормально. Я считаю, что так и есть. Просто у некоторых людей они бы и рады, но там стена, да, а другие, а ты тронешь эту стену, то видишь, это не совсем не стена. Это такая проекция чего-то на какой-то экран, дыма на некую среду. Так, если хочешь, то рукой туда пройдешь. Конечно. Так вот, почему вы боитесь смерти, если вы знаете, как-то. Я сказала, что вы хотите здесь жить, еще и дубить. Вот мне тут еще как будто бы вот надо еще побыть. Ну, как это у меня уже столько связей, столько... То есть вам хочется тут побыть еще? Нет, ну не надо. Как-то вот хочется. Вот что-то надо мне еще тут пожить, потому что у меня много делаешь. Ребенок, да. Ну что вы, да. Вот если раньше я думала... Вот такое было некое действительно бессердечие, что вот можно было уйти, но вот у меня же была там есть мама, там еще кто-то. и вот как-то в этот момент даже я и не думала, что это может как-то ее... А вот сейчас я думаю о том, что вот мой уход, он же причинит очень много страданий людям, которые меня любят, которым я нужна. То есть вы жизнь полюбили? Вы как-то приняли ее? Я не могу сказать, что она у меня была отвратительна до этого. То есть вот видите, я так не рассматриваю ее, что я люблю жизнь. Я могу любить людей, но что значит, я люблю жизнь? Существование воплотить. Ну да, наверное. С земными связями. Да, я вот, например, мне удовольствие доставлять там читать книги, там написанные как-нибудь языком, вот слышать, как вы разговариваете. Для меня это удовольствие. Готовить любите? Ну, иногда да. Нет, не очень. Но вот все равно, мне кажется, вот если я приготовлю, меня это устраивает. Если мне кто-то другой приготовит, это полно несовершенств. Все самой. Вот чтобы меня это удовлетворяло, мне надо делать самой. А какую оценку вы бы себе поставили? Да, сейчас скажу. По-честному? Да. Ой. Ну, как он? Я не знаю. Кто же до экзамена идет? Ну да. Ну, студент. Интересно. Значит, планете она может поставить. Ну, вот эти литературы, а тебе не. Она обрадывается на, как ты сам, на группу поддержки. Так говорят. Вот какой вы сами себе? Как вы думаете, сколько вы заслужили? Там зачет, не зачет. Я от имени планеты спрашиваю. Ну да. Ой. Дунечка. Ну, какую? Ну, так она. Ну, скажите. Ребенок. Ну, скажите. Ну, так она. Ну, такую. Какая у меня отметка. Я, как это говорится, выморщила. Всегда похвалу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Добрые зрители. Пять, пять. Спасибо. Замечательно, что никому не дастся. Она сама знает, что да как. Конечно. У нее душа, действительно, как у воина, закрытая. Блестящие латы, ровные, гладкие такие. Ну, это тогда она такой небесный воин. Она ее? Да. Потому что вот представить ее в таком вот грубом физиологическом поединке, где кровь, раны и мат. В общем, невозможно. Согласитесь. Кряхтит. Она мне очень нравится, как она кряхтит. так тяжелая, тяжелая, тяжелая. Вот дети иногда там вздыхают. Да, до того, как начинают говорить. Вот моя падчерица, ей уже 17 лет, она барышня, взрослая, но в ней при этом очень много детского, и она время от времени, мы сидим когда-то на даче, или она у нас. Она тут так... Я говорю, что такое? Я каждый раз пугаюсь, я думаю, несчастье какое-то у девочки. А она просто дышит так. Вот как дети маленькие. Она очень умная женщина. Очень, безусловно. И очень талантливая. Невероятно талантливая. Если бы я была мужчиной, я бы, кажется, женилась только на Ренате. Сейчас бы вот она вышла бы за вас замуж. Сейчас собралась. Замуж. Ой, замуж. Нет. Я уж как-нибудь бы приду... Представляете, такой вот по дому ходит. А? Это же счастье. Вызывать Ренату ходить по дому. Да, конечно, конечно. Ирина, конечно. Тапки там надевай. Спасибо.